Спасибо деду за победу! Один из главных лозунгов российского победобесия. А как зовут этого деда? Где он воевал? А если погиб, то где похоронен? В курсе ли вы, что в показухе советского и российского культа победы потерялось почти 2,5 миллиона солдат СССР, имена которых никто не вспоминает и память о которых никто не чтит? Вот так сюрприз, правда? Но как так случилось, что этих дедов не вешают на палках в странных шествиях в России 9 мая, а к местам их упокоения не несут цветы? Куда подевались эти воины? Человеческая жизнь – высшая ценность, которую признают только свободные общества. В США, например, не только каждый солдат, но и каждый гражданин важен, а общество и армия всегда делали и делают все возможное, чтобы спасти и вернуть каждого солдата домой, даже если для этого потребуется десятилетия поисков и усилий. Эвакуация раненых, идентификация погибших, учет и розыск пропавших без вести – это священные обязанности, которые в нормальном обществе не могут быть проигнорированы. Ключевое слово – в нормальном. Вот вам показательный факт из истории Второй мировой войны. При сравнении пропорций пропавших без вести в США и СССР, можно заметить значительнейшие различия. Всего лишь полпроцента против целых семи процентов от общего числа участвующих в боевых действиях. Это не просто статистика. Это зеркальное отражение разительного отличия того, как ценят жизнь своих граждан в цивилизованных обществах и в диктатурах. Такие ужасающие цифры нельзя объяснить только лишь жестокостью и масштабом войны. Давайте разберемся, почему же все-таки существовало такое фундаментальное отличие в ценности человеческой жизни между США и СССР и почему сегодня в России до сих пор плюют на жизнь своих военных и гражданских. Смотрите далее, будет интересно. Но вначале не забудьте подписаться на этот канал и нажать колокольчик для уведомлений о новых видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Поддерживайте автора на Патреоне и Байме и Кофе. Но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Во время Второй мировой войны тактика ведения боевых действий и отношения к жизни солдат в разных странах стали ярким отражением их культурных и политических ценностей. На одном полюсе находился СССР под руководством Иосифа Сталина, где человеческая жизнь рассматривалась лишь как расходный материал для достижения целей. На другом полюсе находились Соединенные Штаты Америки, где каждый солдат ценился как уникальная личность и жизнь каждого военнослужащего считалась важной. Отсюда и разница не только в пропавших без вести, но и в процентном отношении погибших от общего числа воюющих. Разница видна, как говорится, и вооруженным взглядом. 2,5% погибших американцев и 25,5% погибших советских солдат. Этот контраст между подходами к ведению войны в СССР и США не только подчеркивает различия в военной стратегии, но и раскрывает глубочайшие философские и культурные различия, многие из которых являются неожиданными. Об этом в конце видео. Во время войны в Советском Союзе применялась тактика, которая стала известна как «человеческие волны». Эта методика подразумевала использование огромного количества солдат в наступательных операциях, даже если это приводило к высоким потерям. Советские генералы верили, что численное превосходство могло компенсировать недостаток вооружения и тактического планирования. Приказы «Ни шагу назад», приказ номер 227, и «Жесткие меры против отступающих» стали символом советского подхода к ведению войны. Солдаты часто гибли в мясных штурмах, не имея возможности отступить или найти укрытие. Эта тактика была не просто жестокой, но и невероятно расточительной по отношению к человеческим жизням. За каждым таким штурмом стояли тысячи безымянных героев, чьи жизни были положены на алтарь победы. Идея массовых наступлений опиралась на жестокую логику. Враг должен быть сокрушен любой ценой, и если для этого требуется пожертвовать десятками тысяч солдат, то так тому и быть. Ставка делалась на то, что враг исчерпает свои ресурсы и моральный дух быстрее, чем СССР исчерпает своих людей. В результате многие солдаты либо погибали, либо пропадали без вести, попадая в окружение врага. Их судьбы оставались неизвестными, и никто не стремился узнать, что с ними произошло. С другой стороны, американский подход к ведению войны был значительно более осторожным и стратегически продуманным. США, оценяя жизнь каждого солдата, стремились минимизировать потери через тщательное планирование и использование современных технологий. Тактика американской армии включала детальное разведывательное обеспечение, использование артиллерийской поддержки и воздушных ударов перед началом наступательных операций. Такой подход позволял снижать потери и обеспечивать успех операций с минимальными жертвами. Американские командиры стремились избегать ненужных жертв, понимая, что каждый солдат — это не только военнослужащие, но и сын, брат, отец. Эвакуация раненых и обеспечение их качественной медицинской помощью были в приоритете. Для американских солдат создавались все условия, чтобы максимально защитить их жизни и здоровье. Это выражалось не только в тактических решениях, но и в моральной поддержке, которую армия и общество оказывали своим военнослужащим. Снабжение и организация американской армии были на высоком уровне. Солдаты обеспечивались всем необходимым — от продовольствия до боеприпасов и медицинских принадлежностей. Командование уделяло большое внимание логистике, что позволило избегать ситуаций, когда войска оказывались без поддержки на передовой. Это был комплексный подход, который включал в себя не только стратегическое планирование, но и заботу о каждом солдате. Примечательно, что американцы еще и проявили себя как щедрые союзники, обеспечивая СССР значительными объемами поставок по программе Ленд-Лиза. Советский Союз получил от США миллионы тонн продовольствия, тысячи танков, самолетов и автомобилей, а также важнейшие медицинские и технические ресурсы. Это снабжение сыграло ключевую роль в поддержке советских усилий на фронте, обеспечивая жизненно необходимую помощь в самые трудные моменты войны. Таким образом, американское снабжение способствовало не только победе союзников, но и спасению бесчисленного количества жизней, подчеркивая приверженность США к сохранению жизни своих и союзных солдат. Абсолютно понятно, что если бы не всеобъемлющая союзническая помощь, то потери советской армии были бы не просто большими, а катастрофически огромными. Но если в СССР еще как-то вспоминали о роли союзников, то нынешняя путинская Россия пропагандирует мысль о том, что вся война была вывезена только лишь на горбу советских солдат. Различия в подходах к ведению войны в СССР и США отражали фундаментальные различия в ценностных установках этих стран. В СССР человеческая жизнь рассматривалась как ресурс, который можно использовать для достижения военных целей. Авторитарная природа советского режима подразумевала, что интересы государства превыше всего, даже если это означало бездомные массовые жертвы среди населения. В результате советские солдаты становились жертвами не только врага, но и военной стратегии собственного государства. В США же жизнь каждого солдата была ценна. Американское общество и армия делали все возможное, чтобы минимизировать потери и обеспечить безопасность своих военнослужащих. Это отражало демократические принципы и уважение к правам человека, которые были фундаментом американской системы. Такой подход не только сохранял жизни, но и поддерживал моральный дух солдат, которые знали, что их жизни ценятся и защищаются. Современная Россия, унаследовавшая многие черты советского режима, продолжает демонстрировать пренебрежительное отношение к жизни своих граждан. Военные конфликты, такие как война в Чечне, операции в Сирии и война в Украине, не показывают, что российское руководство все еще рассматривает своих солдат и граждан как расходный материал. Большие потери среди военных и гражданских лиц часто скрываются или занижаются, а семьи погибших и пропавших не получают должной поддержки и информации. Эта тенденция к пренебрежению человеческой жизнью укоренена в авторитарной природе российского государства, где личные амбиции и политические цели ставятся выше благополучия граждан. В условиях отсутствия прозрачности и демократического контроля ценность человеческой жизни остается низкой. В такой системе государственная пропаганда играет ключевую роль в формировании общественного мнения, внушая гражданам идею, что жертвы необходимы для достижения великих целей и защиты от мнимых угроз. Это приводит к тому, что население терпит огромные потери и страдания, считая их неизбежной частью патриотического долга. Российские солдаты, как и в советские времена, нередко отправляются на фронт без должной подготовки и необходимого снабжения. Рассказы о недостатке продовольствия, медицинской помощи и даже базовых средств защиты становятся обыденностью. Война в Украине и другие конфликты показывают, что российские военные часто оказываются в условиях, где их жизни и благополучие явно не являются приоритетом для командования. Это вновь и вновь подчеркивает устойчивую тенденцию к пренебрежению человеческой жизнью в авторитарных режимах, где амбиции правителей стоят выше человеческих жизней. В современной России, несмотря на доступ к лучшим технологиям и более широким возможностям для обеспечения солдат, российское командование предпочитает методы, которые игнорируют человеческие потери. Это не просто наследие прошлого. Это тревожный сигнал о том, что фундаментальные изменения в восприятии человеческой жизни, как своей, так и чужой, у россиян так и не произошли. И не факт, что когда-нибудь произойдут. Миру нужно делать из этого должные выводы. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы!